Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кроме того, в качестве еще одной причины называется выкуп имущества предпринимателям. Программа Экономика. ИП стало меньше из-за пенсионных взносов, так прокомментировал уполномоченный по правам предпринимателя Андрей Вавилов статистику по численности таких субъектов. В 2014 году их было зарегистрировано 9200, в 2016-м – 8200. Ликвидироваться ИП стали чаще – 11,5 тысяч в прошлом году против 7,5 тысяч в 2014-м. По мнению Вавилова, это связано с трактовкой пенсионным фондом законодательства. Предприниматели должны платить в фонд процент с дохода свыше 300 тысяч. Фонд считал, что имеется в виду оборот бизнеса. Магазин продал товар на 15 миллионов, а купил его за 13. Фактически-то заработал, может быть, вообще полмиллиона. А пенсионный фонд с оставшимся, значит, миллионов, но не больше 8-кратного взноса, это 132 тысячи, выставлял письма счастья. Только в Кировской области за 2014 и за 2015 год было выставлено порядка 19-20 миллионов 750 примерно предпринимателям. По словам Вавилова, только дойдя до Конституционного суда, предпринимателям удалось создать прецеденты и доказать свою правоту. До этого приходилось менять организационно-правовую форму. Также на статистику по числу ИП, по мнению Вавилова, повлияла рыночная ситуация, сложившаяся в связи с украинскими событиями и санкциями Запада. Налоговики требуют банкротства. Зао «Красный инструментальщик» они направили заявление в арбитражный суд Кировской области. Одновременно требуется взыскать долг свыше 1,2 млн. Как уточняет БН Киров, это не первая попытка банкротства завода. Ранее с заявлением в суд обращались несколько раз другие кредиторы, но их заявления оставлены без рассмотрения. А в июне этого года было признано банкротом ООО «Крин». По решению суда на предприятии на полгода введена процедура конкурсного производства. К другим новостям. Аграрии просят финансовые поддержки из-за плохой погоды. Они пострадали из-за затяжной весны и холодного и дождливого лета. Может не оказаться качественных кормов, их придется закупать и в других регионах, не хватит зерна. Также аграрии напоминают, что засуха 2010 года сказывалась на сельском хозяйстве несколько лет. Сейчас существует подобная опасность. Рассмотреть вопросы поддержки селян областное руководство попросили депутаты ОЗС. Тему по завершении сельскохозяйственного года обсудят на заседании правительства, когда станет понятно, какой урон нанесла отрасли погода. Резкого роста цен на продукты из-за плохой погоды не будет. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Алексей Котлячков высказался по поводу перспектив урожая картофеля. По мнению чиновника, он будет неплохим, но качество может оказаться низким. Делать прогноз о том, произойдет ли резкий скачок цен, Котлячков не стал, пояснив, что это рынок. Помимо Кировского, в магазинах продается и картофель из других регионов. Он также добавил, что в каждом регионе работает комиссия, которая постоянно контролирует рост цен на продовольственном рынке. Сетевая торговля заняла треть кировского рынка, об этом сообщает Кировстат. По его данным, в прошлом году темп роста сетевой торговли в сопоставимых ценах составил 5,5%. С 2009-го, когда в Кировскую область стали массово заходить крупные торговые компании из других регионов, их доля в обороте розничной торговли выросла с 13 до 31%. Напоследок, коротко несколько цифр. 40 фальшивых банкнот попало в банковскую систему Кировской области за полгода. 250 обладателей патентов воспользовались налоговыми каникулами. 72 тысячи рублей в месяц получает город за аренду кинотеатра «Октябрь». И о валютах. Доллар сегодня 60.75, евро 71 рубль 95 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.